Если честно, я переживаю просто ужас, меня аж такой прям мандраж. И продолжалось это много лет. Тут уже все будет по-взрослому, и прослушка телефона, и скрытое видеонаблюдение. Губа не дура, да? Теперь мировой тур будет испорчен. Люди в социальных сетях очень остро отреагировали на это все. И говорят, что это не она, одержимый Ричардом, а он ей. Он оказался изменщиком. Культура отмены в этом плане не сработала. Вот такой вот бизнес. Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет экспериментальный формат. Я решила ввести новую рубрику на канале. В целом, мне уже давно хочется добавить что-то новенькое на канал. Хочется новую рубрику. И у меня есть три идеи. Каждая из них мне нравится как-то по-своему. Я в каждой вижу свои плюсы, свои минусы. Они очень разные. И мне хочется попробовать все, поэтому на протяжении этого лета я буду что-то пробовать. И у нас будут такие небольшие голодные игры. Я выставлю эти видосы, посмотрю, что вам понравится, что не понравится. И что-то на канале останется, но что-то канет в лету. Но я, по крайней мере, попробую. Не переживайте, контент, который вы любите, он остается. Все еще на канале будут выходить обычные мои True Crime ролики из разных рубрик. И Криминальная Азия, и Секты будут. В общем, все будет. Черничные подкасты тоже, конечно же, остаются. В общем, не переживайте. Каких-то больших глобальных изменений, когда я такая хопа и переформатируюсь, ничего такого не будет. Но что-то новенькое хочется. Надеюсь, что вам тоже. Если честно, я переживаю просто ужас. У меня такой прям мандраж, как будто я первое видео в целом снимаю. Мне как никогда важен фидебэк, потому что алгоритмы Ютуба не очень любят какие-то нововведения. И я сейчас делаю то, чего не делала никогда, наверное, за всю свою жизнь на Ютубе. В общем, 30 тысяч лайков, и я снимаю продолжение. Простите меня за это. Ну, правда, ну, очень важно. Очень важно, если вам понравится, чтобы я продолжила. Извините. Нет, ну, правда, это очень важно. Давай 25 тысяч лайков. Нет, 30. Все. Решено. Не буду томить, а то как вы поймете вообще, ставить вам лайк под этим видео или не ставить. В общем, сегодня мы будем с вами обсуждать true crime новости. Новости из мира true crime. Я подобрала 5 разных новостей, каждая из которых мне кажется интересной, важной. Даже мемная будет. Вот так вот. И новость номер 1. Тиктокерша организовала бизнес по проверке парней на верность. Девушку эту зовут Тринити Ховард. Ей 22, и перед тем, как она начала такую очень нетривиальную карьеру, она сама находилась в достаточно токсичных отношениях последние 2 года в старшей школе. И этот ее первый парень, он оказался изменщиком. В целом, она на протяжении всех отношений знала, что у него есть кто-то на стороне. Она часто видела, что там они разговаривают в школе, и каждый раз, когда она поднимала этот разговор, он говорил, ой, я ее сейчас заблокирую, или там, типа, я сейчас все закончу, больше не буду с ней общаться, но ничего не происходило. И в конце концов, она решила устроить ему проверку на верность. Она сделала фейковый номер и написала от ее имени ему. Предложила встретиться, он согласился, но на встречу она пришла сама. Тем же вечером, когда они встретились, они расстались. Ну и, в общем, она еще даже тогда не знала, но это будет только первая проверка на верность, которую она сделает. И вскоре это превратится в полноценную работу. Кстати, с неплохим таким заработком, сейчас расскажу. Некоторое время после расставания она решила записать тикток по этой истории, рассказала обо всем, и как-то так получилось, что этот тикток собрал огромное количество фидбэка. Она проснулась, у нее уже было 300 тысяч в тиктоке, и в основном ее фоловили девочки, которые просили проверить своих парней на верность. Ну и тринити за эту возможность ухватилось. Изначально она эти проверки делала бесплатно, ну а потом стала предлагать задонатить, сколько ни жалко, как бы за ее работу. И донаты были супер разные, там типа от 5 долларов до 50 долларов. В 23 году с ней связалась платформа Laza. И вы представляете, я была в шоке, я не знала, что такое существует. Это прямо платформа, которая специализируется на проверках на верность. То есть вот, допустим, ты хочешь проверить своего благоверного на верность. Ты заходишь на эту платформу, выбираешь среди тестеров подходящего, там ты можешь выбрать по внешности, по локации, хобби, интересам. Ну, в общем, ты просто выбираешь человека, который хочет, чтобы проверил твоего благоверного на верность, и ты вот так вот заказываешь проверку на верность. Я была в шоке, когда узнала, что для этого целая платформа есть. В общем, тринити решила работать с Laza. Лаза в итоге у них каждая вот такая миссия, как они ее называют, стоит 70 долларов. Laza себе забирает 21 доллар, ну а тринити оставляет 49 себе. Тринити в интервью рассказывала, что она берет от 15 до 20 миссий в неделю. Вот, иногда эти миссии занимают что-то чуть больше часа, какие-то могут занять целую неделю. Ну, я что-то как-то так решила подсчитать, получается, что в месяц она зарабатывает порядка 300 тысяч рублей. Вот такой вот бизнес. Прежде чем приступить к миссии, тринити выясняет какие-то интересы парня. Он любит, когда девушка такая очень настырная или, наоборот, она вся такая стеснительная, все такое. В общем, выясняет вот какую-то первую информацию, ну и проводит проверку. И вы представляете, по ее личной статистике, в 90% случаев парень проваливает эту проверку. Хотя многие при этом упоминают, что, ну вообще-то, вообще-то у них есть девушка. Меня эта тема суперсильно заинтересовала, и я решила в целом как бы проверить, ну это как бы все в Америке, да, а что вот у нас. И вы знаете что? Оказывается, людей, которые предлагают услуги подобного плана, их просто куча. Я, если честно, все еще живу в мире, где, типа, это вот только в шоу «Измена» такие штуки проводятся. Но ты можешь выбрать себе любого специалиста на любой кошелек. Можно обратиться к любителю с Авито за 150 рублей, можно к частному детективу за 3000 в час. Тут уже все будет по-взрослому, и прослушка телефона, и скрытое видеонаблюдение, даже интернет-диагностика, чтобы это не значило. А вот здесь, например, вообще можно даже на полиграфе своего суженого проверить. Если честно, я вот по поводу этого всего испытываю очень-очень смешанные чувства. Во-первых, ну, я думаю, что не стоит даже говорить, да, но это не очень здоровая как бы динамика, да, в отношениях. Во-вторых, это манипуляция и обман, и даже если, например, партнер проверку проходит, а потом он узнает, что это была проверка, то, ну, это может вызвать как бы обиду, гнев, может быть, даже чувство предательства, потому что доверие по факту нарушено. Ну, и я, как заядлая трукраймерша, не могу не рассмотреть все это с точки зрения нарушения законов. В общем, я провела такой небольшой ресерч, и в целом, как бы, сама проверка на верность, я думаю, что вы тоже понимаете, вряд ли является каким-то уголовно наказуемым делом. Однако, однако в некоторых случаях такие проверки могут являться правонарушением. Во-первых, это нарушение приватности. Это если, например, вот эта проверка, она подразумевает взлом аккаунтов, прослушивание телефонных разговоров или скрытую видеозапись. Во-вторых, это может даже являться мошенничеством, если, например, для проверки используются фальшивые документы. Ну, мало ли. Это может быть даже домогательством и преследованием, если, например, проверка включает в себя такие очень навязчивые и угрожающие действия. Ну, и последнее, что может быть, это клевета и дефомация. Это распространение порочащих сведений. Это если, например, в процессе проверки распространяется какая-то ложная информация, которая наносит ущерб репутации человека. Как ты сказала? Дефомация. Запишите в свой словарик. Так что, если вдруг вы задумались на секунду во время того, как я рассказывала это все, по поводу того, чтобы проверить своего суженного или организовать такой бизнес самостоятельно, то смею вас предостеречь. Возможно, не стоит. Вот. И вместо проверки просто поговорить с партнером честно. Я думаю, что это никогда не повредит. Вы никогда не задумывались, что иногда, расследуя чужие преступления, можно самому стать жертвой? Погружаясь в подробности неразгаданного дела, поначалу может показаться, что именно ты разгадаешь эту тайну. Но порой загадка может оказаться сложнее и мрачнее, чем ты можешь себе представить. Сериал «Нераскрытое дело», которое я хочу вам порекомендовать, как раз об этом. Сюжет о двух трукрайм-подкастерах и следующих убийстве семьи в 1989-м. В то время подозревали секту сатанистов, но виновные так и не были найдены. Действие происходит в родном городе главной героини, которая приехала продавать дом матери, покончившись с собой. Я очень оценила тот факт, что сериал снят от лица подкастеров, и можно увидеть очень интересные моменты закадривой съемки звуков. Так что звукорежиссеры тут постарались отменно. Ну и сериал не для слабонервных, потому что по сюжету Джо начинают мерещиться всякие призраки, которые буквально сводят ее с ума. Еще хочу подметить красивейшие канадские пейзажи, от которых просто дух захватывает. Но очень красиво. «Нераскрытое дело» я посмотрела в онлайн кинотеатре Амедиатека. Тут очень богатая библиотека сериалов и регулярно появляются обсуждаемые новинки, в том числе «Лестница». Это сериал о судебном процессе над Майклом Питерсоном, чья жена якобы упала с лестницы и скончалась при очень странных обстоятельствах. Мы его обсуждали как-то раз в подкасте с девочками, и тут такое дело. И научно-фантастический триллер «Маяк-23» со звездой «Игры престолов». Мое самое любимое – это то, что с Амедиатекой можно скачать сериалы прямо в приложении и смотреть без интернета. А мы здесь такое очень уважаем. По моему промокоду «Черника» вас ждет скидка 30% на подписку Амедиатеки на месяц, где вы сможете посмотреть все эти перечисленные сериалы. Итак, закрепим «Нераскрытое дело», «Амедиатека», промокод «Черника» и «Пара вечеров в мурашках» вам обеспечены. Вторая новость касается сериала «Олененок», нашумевшего сериала. И я хочу рассказать о том, что настоящая Марта дала интервью и подала в суд на Netflix. Мне кажется, что все уже, кто хотел, посмотрел «Олененка». Но на всякий случай все-таки напомню, о чем сериал. Я не знаю, зачем, но вдруг вы каким-то образом убереглись от рекомендаций посмотреть этот сериал ото всех. Потому что я, если честно, ото всех уже слышала про этот сериал. Главный герой у нас начинающий комик, он пока еще не зарабатывает с помощью этого поприща и подрабатывает барменом. И к нему в бар как-то раз приходит такая очень печальная на вид женщина. И он из сочувствия как-то, не знаю, проникается он ей как-то и решает угостить чаем. И она начинает ежедневно к нему приходить. Они очень много общаются, он видит, что кажется, она начинает испытывать к нему какие-то романтические чувства. И ему очень льстит то, каким она его видит. Ну и в итоге история оборачивается тем, что женщина начинает его сталкерить. Она становится буквально одержимой им. Сериал вышел 11 апреля. И я, вы знаете, даже загуглила. И вот на момент подготовки к этому видео его посмотрели 84,5 миллиона человек. Короче, число реально, ну такое впечатляющее. По-моему, это один из самых просматриваемых в целом сериалов на Нетфликсе. Ну и пользователи, само собой, стали искать реальных людей, которые упоминались в сериале. И, если честно, я сама была вот среди тех, кто искал этих реальных людей. То есть после последней серии что-то вот во мне побудило прогуглить. И в целом я практически сразу к тому моменту уже все нашла. Потому что с момента публикации, наверное, прошло недели три. Короче, на Reddit я уже все сразу же нашла. То, кем является, и офигела от того, как точно передана ее внешность. Я была в шоке. В общем, началась настоящая охота на ведьм. Начали искать вот эту Марту. Ее очень быстро нашли. Начали искать того человека, который подверг сексуализированному насилию нашего главного героя. В итоге Ричард Гатт – это тот самый человек, который играл в сериале главную роль. В целом, как бы это тот человек, с которым все это происходило. Это по его истории написан был сценарий этого сериала. В общем, он вынужден был опубликовать сообщение и попросил остановить спекуляции, уточнив, что основная мысль шоу, она совсем не в том, чтобы наказать кого-то. Причем на своих многочисленных интервью он говорил о том, что он постарался сделать личность Марты неузнаваемой по максимуму. Типа, он постарался сделать так, чтобы даже она сама себя не узнала. И он добавлял, что он просто хотел передать свою эмоциональную правду. Что основной идеей было не передать просто факты в хронологическом порядке, а именно вот эмоциональное такое высказывание сделать. Но интернет было не остановить, и Марту вычислили, как я уже сказала, довольно быстро. Причем сделали это по твитам, которые она отправила Ричарду Гэду в 2014 году. Вот парочка из них на экране. Здесь она спрашивает, получил ли он сообщение, или она отправляет сообщение, имейл на другой адрес. Упоминает вот эту вот шуточку, которая между ними ходила, и в сериале это все было показано, по поводу того, повесил ли он ее шторы. А вот в декабре она предлагает всем сходить и посмотреть на его шоу. Пишет, что оно очень хорошо написано, и такое прямо на нерве. Я так понимаю, имеется в виду, что прям хорошо переданы эмоции. Не уверена, что имеется в виду подневротичным здесь. Но еще делает комплимент заднице Ричарда. В общем, все эти факты говорят о том, что настоящую Марту в реальности зовут Фиона Харви. И несмотря на то, что Ричард сделал все от него зависящее, чтобы сама даже Фиона себя не узнала, она себя узнала. И ей очень не понравилось, как ее изобразили. И как вы думаете, что она сделала? Она дала интервью, на котором сейчас 14 миллионов просмотров. Эти интернет-детективы вычислили меня и угрожали смертью. На самом деле у меня просто нет выбора. Я вынуждена оказаться в этой ситуации. И сейчас мы это интервью с вами обсудим. Итак, главные пойнты интервью. Во-первых, Фиона сказала, что она не смотрела шоу, но при этом она очень хорошо знакома со всеми сюжетными линиями и поворотами. Ну и все обвинения в преследовании, в сталкинге Ричарда она закономерно отрицает. И говорит, что это не она, одержимая Ричардом, а он ей. Вы когда-нибудь нападали на девушку Ричарда Гэда из-за ревности? Нет, я не думаю, что у него когда-то была девушка. Мне кажется, он гомосексуал. Так или иначе, нет, я никогда не была у него дома и не нападала ни на одну девушку. Есть очень много сцен, где Марта сидит весь день возле его дома. Вы делали это? Нет. Вы когда-нибудь связывались с родителями Ричарда Гэда и угрожали им? Нет, мне говорили об этом журналисты. Еще там показано, что вы кричали, когда приходили на его стендап-шоу. Вы когда-нибудь делали это? Нет. А вы когда-нибудь были на его стендапе? Думаю, была на одном. Это было очень-очень давно. Фиона отрицает тот факт, что она написала ему 41 тысячу имейлов, но при этом не просит Ричарда и Netflix показать какие-то доказательства. Она просто говорит, что это неправда и все тут. То есть получается, что вы просите показать доказательства? Нет, я просто хочу предложить ему оставить меня в покое. Просто вы называете его лжецом и называете Netflix соучастниками лжи. Я не говорила так. Я сказала, что вся эта история или пьеса или шум на Netflix это неправда. Но они говорят, что вы отправили 41 тысячу электронных писем. Они совершенно не правы. 350 голосовых сообщений, 744 твитта. Они лгут. Да, по сути он лжет и они лгут вместе с ним. Очень интересный момент, который мне показался очень важным, чтобы вам его показать. Фиона сказала, что Ричард вообще не в ее вкусе. Но то как она это сказала. В общем, смотрите сами. Он вам нравится? Нет, он мне никогда не нравился. Мне не нравятся маленькие мальчики без работы. Это звучит очень нехорошо. Ну и в конце Фиона заявила, что исходя из всех вот этих вот пунктов, которые она назвала, она в целом не может быть Мартой. Это неправда. Так героиня, которая все это делает, это кто-то другой, не вы. Да, это вымышленный персонаж. Это гиперболическое преувеличение. Если это не вы отправляли ему все это, то ясно, что Марта не может быть вами. Да, Марта не может быть мной. Да, вы не ослышались. Она не считает, что в шоу изобразили ее. Но это не помешало ей подать в суд на Netflix на такую внушительную сумму в 170 миллионов долларов. Она подала в суд на стриминговый сервис за клевету, халатность и нарушение конфиденциальности. Что интересно, Ричард Гэтт ни разу не упомянут в качестве ответчика в иске Фионы. Ее адвокат, кстати, очень известный, насколько я поняла, в Нью-Йорке. Ричард Ротт, он ее будет представлять, будет представлять ее интересы. Он сказал, что весь этот опыт оставил ее с разбитым сердцем, что она очень напугана, что она осталась в изоляции, что она боится выходить из дома. Ну и я так понимаю, что в основном в этом иске они будут опираться на тот факт, что у Фионы нет записей в личном деле об осуждении на 9 месяцев тюремного заключения. А мы видим в сериале, как Марта, ну она в суде, она признается в преступлении, ее отправляют в тюрьму. Вообще, Нетфликс, я так поняла, это сделал для какого-то драматического эффекта, наверное, или, может быть, для того, чтобы у зрителя было ощущение, наверное, справедливости. Но на самом деле в Фионе ни разу ничего не было. Почему я говорю ни разу? Потому что в сериале также был представлен еще один человек, который пострадал от ее рук. Она тоже уже дала интервью. Первой жертвой Фионы была Лора Рей. У нее есть своя адвокатская фирма, и я так понимаю, что Фиона приходила к ней стажироваться после того, как она закончила обучение. Она проработала у Лоры всего две недели, но за это время она успела столько проблем просто устроить для Лоры и для ее фирмы, и для ее других работников. Не буду сейчас очень долго на этом останавливаться, так что на вскидку, что я вспомнила. Во-первых, она ее преследовала конкретно Лору. Во-вторых, она у нее одалживала деньги, не возвращала. В-третьих, в моменты, когда она была особенно обижена на Лору за то, что ей нельзя было орать на своих коллег, которые, кстати, были со степенью инвалидности, она им говорила, типа, что вот, вы никому не нравитесь, представляете, человеку на инвалидной коляске. Основной ее функцией было отвечать на телефон, и в моменты, когда она была особенно обижена на Лору, она поднимала трубку, когда человек звонил за консультацией, говорила, сюда лучше не обращаться. И вот давала телефон какого-нибудь конкурента Лоры. Лора ее уволила через две недели, заплатила, кстати, за месяц. А в итоге Фиона потом пыталась заявить на нее в органы опеки, чтобы у нее забрали сына, у которого тоже есть некоторые проблемы со здоровьем. Ну, в общем, ужасное. И продолжалось это много лет. И опять же, в сериале нам показывают, что Марту посадили за предыдущий эпизод преследования, но на самом деле, конечно, ничего такого не было. Мы с вами в целом по прошлому ролику знаем, что в Великобритании очень большая проблема со сталкингом, и люди не защищены, вплоть до того, что их могут оштрафовать за то, что ты заявляешь на то, что тебя преследуют. Это, если что, я ссылаюсь на ролик про Шану Грайс. В общем, будем следить с вами за этим делом. Netflix пообещал энергично защищать это дело. Компания заявила, что поддерживает право Ричарда Гэда рассказать свою историю и, в общем, сделает все от них зависящее, чтобы выиграть этот суд. Будем наблюдать. Новость третья такая, знаете, для того, чтобы немножечко передохнуть. Джастин Тимберлейк был арестован, а из его макшота сделаны мемы. Тимберлейка доставили в участок 18 июня после того, как заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он проехал знак «Стоп» и выехал за пределы своей полосы движения. Причем музыкант говорил полицейскому, что он выпил всего лишь один мартини. Но при этом почему-то отказался проходить медосвидетельствование. Офицер же не мог не отметить, что у Джастина глаза были просто стеклянными в момент задержания. Речь очень замедлена. На ногах он практически не держался. В общем, в итоге Тимберлейку запретили управлять автомобилем в течение одного года. И на эту историю отреагировали поклонники Бритни Спирс, которые считают, что артист очень плохо с ней обошелся после расставаний, в целом, во время их отношений. И из макшода Тимберлейка, который, если честно, сам по себе очень мемный, они сделали мемы. Вот парочка моих самых любимых. Кстати, если вы вообще не в курсе, Джастина попытались отменить поклонники Бритни Спирс после выхода ее мемуаров. Где говорилось о том, что Джастин вынудил ее сделать аборт. И в целом очень плохо не высказывался на интервью и сладшеймил. Его попытались тогда отменить. Но что-то как-то, если честно, культура отмены в этом плане не сработала. Отдельный восторг у аудитории интернета вызвал тот факт, что полицейский, который арестовал Тимберлейка, видимо, настолько был молод, что он не узнал его. Он просто не понял, кого он оформляет. При этом Джастин еще во время ареста буркнул, что теперь мировой тур будет испорчен. И это тоже, мне кажется, еще не раз всплывет в рамках таких шуточек и мемов. Ну и самое забавное как раз наше, трокрамерское, поклонники Бритни Спирс после всего этого инцидента, они призывали всех активно слушать и стримить песню «Криминал». Причем это реально сработало, теперь эта песня во многих чартах на первых местах. Новость номер 4. Это будет апдейт по делу. В целом мне бы очень хотелось добавлять какие-то апдейты по делам в этой рубрике. Йоланда Сальдивар хочет работать с Шакирой. Около года назад я рассказывала вам об убийстве певицы Селены. Напомню на всякий случай, если вдруг вы пропустили то видео, Селена была чрезвычайно популярной певицей в жанре Тихана. И ее карьера очень стремительно развивалась. И у нее была такая правая рука из ее фан-клуба Йоланда Сальдивар. Она проработала с Селеной какое-то время, но семье певицы Сальдивара очень сильно не нравилось. Они подозревали, что она злоупотребляет своим положением и присваивает деньги фан-клуба и бутиков, в которых она работала. Это были бутики конкретно певицы Селены. Селена очень долго не верила, что Йоланда может что-то сделать ей вообще плохого, потому что они были очень близки. Но в какой-то момент, видимо, она сама начала уже подозревать. И 31 марта 1995 года они встретились в мотеле Дейзин. И в ходе разговора Сальдивар выстрелила в Селену. Та успела добежать до лобби, добраться, скажем так, до лобби мотеля. Она назвала имя стрелявшей и потеряла сознание. Она была доставлена в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась от обильной кровопотери. Еще после убийства Сальдивар укрылась в своем автомобиле, не хотела выходить, угрожала самоубийством. Ну, в общем, я подробно рассказывала это в ролике. Если вдруг вы не смотрели, посмотрите. Суть в том, что в октябре 1995-го ее признали виновной и приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 30 лет. И 30 лет заканчиваются. Буквально вот в марте 2025-го года. То есть есть вполне реальный шанс, что Юланда Сальдивар выйдет на свободу. Причем шанс настолько реальный еще потому, что она в тюрьме вела себя просто как ангел. Она себя очень хорошо вела, поэтому вполне возможно, что она действительно выйдет. И вот совсем недавно BBC у нее взяли интервью. Юланда теперь выглядит вот так. И в этом интервью она призналась, что она бы хотела вернуться к работе с артистами после того, как она выйдет. И выразила очень большое желание работать персонально с Шакирой. Сказала, что она хотела бы быть правой рукой Шакиры. Губа не дура, да? Люди в социальных сетях очень остро отреагировали на это все. Особенно люди из Латинской Америки, которые до сих пор чтут очень память о селении. А Шакира же тоже из Латинской Америки. Она из Колумбии. Ну, в общем, некоторые даже угрожали Сальдивар, что если она посмеет вообще в целом приблизиться к Шакире, то ее ждут неприятности. Вот такие вот новости из мира трукрайма. Очень надеюсь, что вам понравилась идея что-то добавить на канал. Если вам понравилась конкретно эта рубрика, то ставьте, пожалуйста, лайки. 30 тысяч, и снимаю продолжение. Ну, еще, если вам понравилось, то напишите, пожалуйста, как бы вы назвали эту рубрику. Как вы понимаете, по черничному подкасту у меня с неймингом так себе все. Вот, поэтому, пожалуйста, напишите, как бы вы назвали. И если, например, у вас у самих нет идей, то пролистайте комменты и полайкайте варианты, которые вам больше всего зашли. Вот, самые клевые я выдвину на обсуждение в Телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь туда тоже. Вот, и там мы уже выберем окончательный вариант, как будет называться эта рубрика, если она останется. Ну, а мне кажется, все. Что вам еще сказать? Покупайте мой мерч. А еще подписывайтесь на мои другие соцсети. Если у вас есть, например, другие любимые площадки, на которых вы часто проводите время, часто залипаете, то подписывайтесь на меня там, потому что с очень большой долей вероятности я там тоже сижу. Я вообще кроник ли онлайн-герл? Ну, все. С вами по-прежнему была Маруся Черничкина. Я вас очень люблю, целую, конечно же, обнимаю. Муа! Музыка. 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 Музыка.